Всем привет! Лето, в принципе, уже в самом разгаре, хотя у нас еще непонятно, то дожди, дожди, то жара не сумасшедшая. Но это все мелочи жизни. У природы нет плохой погоды. И поэтому сегодня я вам покажу рецепт порфе, который вы можете прекрасно приготовить в домашних условиях. Ничего сложного в этом рецепте нет. Понадобится лишь пару ингредиентов, которые можно найти на любых кухнях. Порфе само по себе готовится очень просто. Нужно только соблюсти консистенцию. Не более того, я возьму 100 грамм сахара, добавлю сюда 3 желтка и одно целое яйцо. Добавлю немного ванили и отправляюсь к плите взбивать. Вот на данном этапе вы можете часть сахара, допустим, заменить на какой-нибудь густой джем, который, конечно, предварительно нужно будет проблеть блендером, чтобы он был без волокон. Или на крайний случай протереть его через сито. Этим самым вы можете задать вкус вашего порфе. У меня в данном случае будет ванильный, поэтому я остаюсь при сахаре. Отправляюсь к плите. Взбивать желтки с сахаром я буду на водяной бане. Взбивать массу я буду до состояния цветка розы. Это значит, если я увижу, что масса у меня уже почти готова, и чтобы в этом полностью убедиться, на деревянную лопатку ложечкой возьму какую-то часть массы и нанесу. И подую. У меня должна получиться картинка цветка розы. Так, вот уже масса у меня загустела. Вот сейчас я проверю. Отъеду от плиты. Берем деревянную лопатку, наносим массу и дуем на нее. Масса еще не готова. Видите, лепестков розы еще не образовалось. Еще нужно буквально чуть-чуть. Так, масса выглядит хорошо. Делаем еще одну пробу. Еще буквально чуть-чуть нужно, вот немножечко. Буквально еще минутку, и масса у меня готова. Все, масса готова. Теперь мне ее нужно охладить. Беру чашку с холодной водой. Если у вас есть лед, неплохо было бы добавить. Если нет, работаем только с холодной водой. Я сильно усердствовать не буду. Накрою пищевой пленкой и отправлю теперь в морозильник. Если у вас морозильник забит, отправьте просто на полчаса в холодильник. А я этим временем взобью сливки. Сливки у меня 30% Да, для жителей России это должно быть 33%, чтобы вы могли их взбить. И начинаю взбивать. Для начала не на сильных оборотах, чтобы сливки у вас не разлетелись. Взбитые сливки у меня готовы. Я пока убираю их в холодильник. Да, имейте в виду, чтобы сливки лучше взбивались и держали форму, они должны быть холодными. То есть, они должны быть из холодильника. Но теперь жду, пока остынет у меня моя яично-сахарная смесь. Масса уже подостыла. И теперь мы в нее вводим взбитые сливки. Да, касаемо сливок, если у вас есть возможность также охладить чашку, в которой вы будете взбивать сливки, воспользуйтесь этим. Потому что если будет на улице тепло или очень душно, то сливки у вас могут поплыть. Это, конечно, ничего страшного. Даже если вы перебьете сливки в масло, то их можно всегда использовать куда-нибудь в кашу. Но при приготовлении к этому десерту придется купить новые. Так, я заранее подготовил формы. Формы я охладил в морозилке, чтобы они были холодные. И заранее выстелил их пищевой пленкой, чтобы было проще потом доставать. Можно, конечно, и без пищевой пленки. Но тогда, когда парфей застынет, форму нужно коротенько окунуть в горячую воду, чтобы парфей немного подтаяло. И затем его перевернуть и вынуть. Накрываю пищевой пленкой. И отправляю в морозильник. Через 3, в зависимости от морозилки, 4 часа ваш парфей будет готово. Парфей застыл. И давайте я сделаю скромную подачу. Значит, я взял просто брусичное варенье, я протер его через сито, набросал немного лесных орехов. Парфей уже мне немного оттаяло. Извлекаю из пленки. Да, здесь речь идет сейчас не о красоте и подаче, а именно как приготовить парфей. Чтобы вы мне в комментариях не писали, что вам подача не понравилась. Можно сделать... Господи, сделаем просто и присыпать немного орехами. Вот и все. Такой десерт вы можете приготовить буквально за полчаса. В принципе, очень простой десерт. Ничего сложного нет. Как я уже говорил, главное, чтобы была хорошая консистенция сливок и хорошая густая консистенция желтков, сбитых сахаром на водяной бане. Чем гуще, тем лучше. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго. И до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok